Трубы отопления рвутся, ветхое жилье разваливается, тараканы и мыши атакуют дома. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Неприятное соседство поселилось в квартирах этого дома. Тараканы и грызуны ежедневно беспокоят людей. Это вонь постоянная, они тоже всякую заразу переносят. Я уже ребенку три года, она ходит, мама, мы поймали мышку, мы поймали мышку. Потоп в помещении для владельцев и сотрудников одного из маркетплейсов стал неожиданным и неприятным сюрпризом. Везде все было затоплено, абсолютно весь пункт выдачи. И соседние, и здесь, и примерочные все, везде техника, на складе. Вслед за тараканей Ордой пришло мышинное полчища. Такие подарки под Новый год получили жильцы Барнаульской пятиэтажки на Георгиево. История жителей, которые сражаются за спокойное проживание. Такие вредители проживают по соседству с людьми на Георгиево 21. Тараканья проблема охватила дом в августе прошлого года. Тараканы, клопы, сейчас уже полезли блохи, то есть все, что угодно. С августа месяца у нас это началось и не прекращается по сей день. То есть это уже кошмар просто. С детьми жить невозможно. Я, муж, трое детей живем, у нас клопы, тараканы. Клопов не было год, потравили. Сейчас опять залетные какие-то начали кусать детей. Уже невозможно находиться в квартире, уже невозможно травить. Всеми способами травимы никак не вытравляются. Ломается уже техника от тараканов, поэтому надо что-то делать с этим. Это беда. Источник насекомых – злополучная квартира 82. И ее жительница Надежда Кашкарова, которая, по словам людей, любит пригубить, но не любит уборку. А этот увлекательный аттракцион творится уже во всем подъезде. Однако, пока рассадник не ликвидирован, жильцы пытаются устранять проблему локально. Каждую неделю покупаем вот такие вот клества, чтобы расставить по дому, возле подъезда. Ну, это все, конечно, как говорится, мертвому припарку. Потому что вот все полное. А сколько вот это затратно? Затратно. Вот это средство дорогое. Стоит вот такой баллончик около 1000 рублей. Вот такая пачечка, вот их несколько, тоже стоит около 1000 рублей. Нам хватает это буквально недели на две. То есть мы закупаем снова и снова и снова. Пятиэтажкой управляет жилищно-строительный кооператив 85. Жильцы жалуются на его руководителя. Председатель ничего не делает и как бы и делать по ходу дела не собирается. А сами уже и вызывали службу у себя в квартире, несколько раз травили и сами травим. А потом подоспел и еще один неприятный подарок. Грызуны. Мышки пришли на ПМЖ в октябре и принесли с собой неприятный запашок, подчеркивают жильцы. У нас председатель так вот сделает, что у нас вышки отводятся. Вот это сладенькая какая. Да, и такое каждый день. Вон у меня лежит куча отписок с администрации, с Роспотребнадзора. Потому что у нас мышей нет, хотя я им присылаю фотографии. После отписки сразу же на следующий день я ловлю по несколько мышей. Вон все фотографии у меня. Вот в наличии мыши есть. Они прут из подвала, мы уже запенивали, как бы из подвала запенивали, запенивали, стояк обрезали, все запенивали. Они прогрызают, хватает на неделю. Все заново. Вчера обращалась с просьбой к председателю, что там нужно делать с этим. Она меня послала матом. Кстати, Анастасия написала заявление в полицию на председателя ЖСК-85. Нет, у меня еще не тараканов у нас. Я даже говорить не хочу. Но соседи у ваших есть. Ну вот и пусть они горят. А грызуны маленькие любители Мааздама посещают не только квартиру Анастасии. В двух местах у меня вот мыши грызут. Но они прогрызут. Я там что-то подставил под это самое стекло, чтобы это самое. Нет, в другом месте. И вот этот пластик, они принтус из пластика сделаны. Так они грызут его. Я посмотрел, может мне кажется, или что, мало ли что там. Нет, посмотрел, там плитус грызенный. Еще бы не припер, и дырка была бы в квартиру. Жители говорят, уже устали бороться. С мышами, тараканами и председателями. Большинство хотят сменить ЖСК на управляющую компанию. Но действующий председатель, утверждает возмущающийся, собрала войско серебряного возраста, которое на собрании выступило против ликвидации ЖСК-85. А пока длится голосование, мы со своей стороны можем только предполагать, какие еще соседи заведутся в многострадальном доме после нашего визита. Бальдак у нас вообще много, двор не убирается. Да вообще нет хозяина здесь. Кипяточку не желаете? В центре города, в одном из домов на проспекте строителей, прорвало трубу отопления. За несколько часов вода заполонила все помещение, причинив значительный материальный ущерб. Такой подарок ждал с утра работников пункта выдачи одного из маркетплейсов. Ориентировочно три недели назад у нас взорвалась на потолке отопительная труба. Соответственно, произошло это все в 7 часов утра. Операторы у нас работают с 9 утра, никого на пункте выдачи не было. Когда пришел оператор, все было в дыму, абсолютно ничего не было видно. Вся техника, все товары, примерочные, все было переставлено. Можно обратить внимание, что все абсолютно деформировано. Горячая вода залила все помещения, штукатурка осыпалась, техника пострадала. Прорыв произошел на вентиле, который расположен на стояке отопления между первым и вторым этажом. Очень жаль, что управляющая абсолютно никак не отреагировала. Я звонила, ну, наверное, раз пять. Первый раз мне вообще сказали, извините, как бы нас это не касается. После того, как я проконсультировалась с юристом, ну, в принципе, как бы я знала, что мне должны в любом случае подписать управляющая компания. Юрист составил акт, вызвали независимую компанию, чтобы все это зафиксировать. Тогда подъехал управляющий, посмотрел. Ну, подъедете, если нужно будет. Дом обслуживает управляющая компания «Наследие». Ее представитель отказался подписывать акты, говорит Екатерина. А тем временем маркетплейс понес значительный материальный ущерб размером в 250 тысяч рублей. Была направлена претензия в адрес управляющей организации. До настоящего времени ответ они получили. По истечении разумного времени на ответ со стороны управляющей компании «Наследие», если никакого ответа не последует и не будет предложено конструктивных путей решения вопроса, то вынуждены будут обратиться в суд за разрешением этой ситуации. Разумные сроки – это 30 дней, и управляйка в курсе произошедшего, подчеркивает Дмитрий Кондратов. А пока УК будет думать, как решать проблему в мирном или судебном порядке, эксперт напоминает. У управляющей компании есть еще обязанность дважды в год минимум проводить осмотры периодически общего имущества многоквартирного дома. То есть, по идее, они осенью-весной должны попадать во все помещения, то есть и в квартиры, и в нежилые, и в подвалы в том числе. То есть туда они вообще в любое время могут попасть. Но мы так собственникам, они тоже внутрь квартиры попадают, осматривают то имущество, которое проходит транзитом, так скажем, через квартиры, через помещения. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был «Коммунальный патруль». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!